Девушки отдыхают Десерт, он еще и полезный, и витаминный, то это на вес золота Десерт, при этом он будет вкусный, полезный и легко готовить Это для нас тоже очень важно Да, называется это витаминный миндальный пирог с киви Летить наповерил в это колдовство в храме? Да нет, ну давай подождем, а? Другие люди же терпят, там моряки, рыбаки, полярники Шауна, я похожа на полярника? Акторка, спивачка, спортсменка и просто красуня Анастасия Задорожна запамяталася нам Завдяки сериалу «Прості істины» Та фільму «Любов у великому місці» А незабаром на экране выйдет ремейк Улюбленной радянской стрички «Кавказская полонянка» Де Задорожна виконуватима роль Ніны Сьогоднішня сцена нашей кухни Розповість, яке місце в ее житті займае Олександр Кривошапко після участи в шоу «Мазгуон» Відкрий таймницю, хто їй готує щоранку сніданки Та розкрий пікантні подробиці про зйомки інтимних сцен у кіно А також поділиться секретом однієї зі своїх найулюбленіших страв Вітамінного пирога з ківі та мигдалю Якщо ви швидко створюєтесь, відчуваєте сладкість і вам важко зосередитись То цей пирог – саме те, що вам потрібно Адже ківі – джерело незамінних вітамінів, макро- та мікроелементів Саме перше – ми возьмем миндаль Для того, щоб його почистити, просто закидываем його в кипіток буквально на нескільки минут Достаємо, чистим, сушимо на сковородці і готов к применению І як багато нам понадобиться миндаля? Ну, вот, собственно, вот таку небольшую піалочку В принципі, можна не тільки миндаль использовать, можна использовать любі інші орехи 100 грамів миндаля відправляємо і змельчаємо А тем временем, розкажи мені, мені кажучи, ти похудела, ще стала стройніє Єв такий момент, да Ну, як тебе вдалося цього достичь? Все-таки зимой ми обычно набираємо килограмм, знаю по собственному опыту Ну, честно скажу, обязується робота, тому що буквально через несколько днів я отправляюсь Прекрасний город, в який я поеду вперві в життя, называется Лас-Вегас І там ми будемо снимати «Любовь в Большому Городі 3» Все-таки буде третій час Режиссер прям так і ставить задачу Настя, тебе треба похудеть на стільки-то кілограммів, і тоді ти будеш, получиш цю роль Здесь в данному часу тільки моя ініціатива, я решила, що хочу бути в формі І активно готовилася, займалася фітнесом, дуже активно Питаюся правильно, п'ю определенне кількість води Сейчас я заведу чудо-машинку, з того п'зволення В общем, ми розмельчаємо миндаль Ну що, ми все змельчили, тепер це можна з спокійно душі відправляти в кастрюльку, в якій ми будемо добавляти, помимо змельченого миндаля, сахар і муку То есть ми из миндаля будем делать основу теста для пирога, для десерта, да? Настюш, ну все равно, я смотрю на тебя, у тебя все получается хорошо Но ты не похожа на девушку, которая очень много времени проводит на кухне Не льсти мене, я не провожу вообще времени на кухне Да ты что! Я тебе больше того скажу, это настолько редко Но в основном время на кухне проводит мой кавалер Он очень-очень хорошо готовит, поэтому мне, в принципе, ничего делать не надо Пока мы с тобой разговариваем, я добавляю муку Обычная пшеничная мука, сколько там? Стакан? Меньше? 100 грамм 100 граммов миндаля, 100 граммов муки и сахара 2 столовые ложки После этого мы добавляем мягкое сливочное масло, которое желательно разрезать, чтобы оно было помельче После чего мы добавим немного рома и одно яйцо 100 граммов сливочного масла и 30 миллилитров рома Да, вот из этих составляющих у нас и получится наше тесто Которое после того, как я сейчас все это измельчу, мы поставим в холодильник на 30 минут Ну вот ты говоришь, что кавалер твой умеет прекрасно готовить Ты по такому принципу и разыскивала себе друга? Вообще не думала об этом абсолютно, потому что для меня на самом деле это большая трагедия Потому что есть я люблю и отказаться от потрясающих первых блюд, вторых блюд, салатов и прочего-прочего, что Сережа делает просто на ура Мне очень тяжело, потому что, опять же, работа обязывает быть в форме Сережа, это Сергей Славнов? Сергей Славнов, да, именно Все-таки роман, о котором столько говорили, продолжается? Он продолжается, романом это уже, мне кажется, просто было бы неверно называть Просто любовь и семья? Это серьезные отношения, которым уже, дай бог, несколько лет Вот, и я очень надеюсь, что они будут дальше продолжаться в том же духе, потому что меня, слава богу, все устраивает Все устраивает? Да Вы познакомились на проекте «Звезды на льду», да? «Звездный лед» он назывался, точнее, да И сразу ты поняла, что Сергей Славнов хорошо готовит? Нет, конечно, я не сразу поняла, что Сережа хорошо готовит, он еще в этом сразу мне не признался Не признался? Да, но я могу совершенно точно сказать, что, наверное, практически сразу я поняла, что этот человек мне очень не безразличен И как-то так сложилось, что мы оказались еще и партнерами по проекту, вот, ну, в общем, все складывалось как по заказу Мы сейчас все это перемешаем еще До секунды До теста Вот ты красивая девушка, талантливая, у тебя карьера, актрисы, певицы, и ты понимаешь, что тебе нравится мужчина В данном случае Сергей Славнов Ты прямо сразу начинаешь активно действовать, как-то ему это показывать, или робко ждешь знака внимания с его стороны? У меня нет рецепта, как подойти к мужчине, оно произошло по наитию Мне кажется, любая женщина, которая понимает, что встречает человека, которому она, скажем так, неровно дышит, она идет по какому-то интуитивному, мне кажется, принципу Ну, а потом получился период, когда вы жили в разных городах, вас разделяло расстояние, и это, пожалуй, ситуация, когда чувства сохранились, несмотря на то, что вам приходилось часто расставаться Знаешь, мы до сих пор остаемся, мы оба гастролеры, и нам приходится достаточно часто находиться на расстоянии Мы как-то к этому несколько привыкли, мне кажется, уже Конечно, мы скучаем, но зато есть возможность и Сереже, и мне периодически вот так вот спонтанно приехать в другую страну, в другой город, в этом есть своя романтика Красиво! А с тестом тоже красиво сейчас получилось? Ты знаешь, ну вот какая-то такая лепешечка у меня получилась Мне кажется, это похоже на песочное тесто, по крайней мере, и пахнет, пахнет как надо Но оно мягковатое, или такое и должно быть? Ты знаешь, сейчас мы его обвернем в специальную пленку Так, мы это сюда складываем, вот так, все, заворачиваем, да Отрезай аккуратно Опа, отлично, все у нас готово Холодильник, морозилка? Холодильник ставим на 30 минут Мы сегодня готовим витаминный пирог по рецепту Насте Задорожной И сейчас уже тесто, получается, в холодильнике находится Достаем Да Вот, значит, наше тесто Оно уже приобрело прекрасный вид Я напомню, что вот это песочное тесто отличается от обычного, скучного, тем, что там есть миндаль и ром Так, наше тесто готово, значит, следующий этап Нам нужна формочка, бумага Сейчас сюда мы должны распределить наше готовое тесто Для того, чтобы это было более, так сказать, удобно Возьмем небольшой кусочек масла и смажем нашу замечательную формочку Куда положим, соответственно, наше тесто Сверху мы положим бумагу и посыпем фасолью Объясню, почему Для того, чтобы тесто не поднималось, я думаю, что любая хозяйка знает Нужно изначально проколоть его каким-нибудь острым предметом Я думаю, это может быть и нож, и вилка, и все что угодно Подручное средство Вот, бумагу, соответственно, посолю мы посыпаем по той же самой причине Для того, чтобы тесто не поднялось Потом поставим с тобой это все в духовку, которую надо, кстати, включить Сколько градусов? 180 градусов Хорошо Все это положим на 15 минут, подождем После чего достанем наш полуготовый корж Уберем бумагу, высыпем фасоль и поставим еще на 15 минут После чего наш корж будет готов Чудесный план Формочку мы натерли, сейчас будем распределять с тобой наше готовое тесто Режиссеры фильмов, в которых ты снималась или собиралась сниматься Предлагали тебе обнаженку? Не буду скрывать, такие сцены у меня были Конечно же, в некоторых ролях Но я соглашалась исключительно по той причине, что, ну, видела в этом смысл Художественный замысел Как-то обыгрывается А в каком фильме это было? Это было, например, в сериале «Клуб» Это была первая постельная сцена, которой очень все ждали зрители Когда же, наконец-то, персонаж Вася, которая влюблена в героя с первой серии И 24 серии, она страдает, любит, хочет быть рядом и прочее В общем, она решается на то, чтобы пойти сказать ему правду И у них все случается Ну, я благодарна режиссеру, партнеру и вообще всем Потому что сцена прошла, на мой взгляд, прекрасно Я очень довольна ей Зрители и ты довольны конечным результатом Но в тот момент Вот я, когда читала интервью актрисы, у которых был тоже такой опыт Они говорят, все должны были уйти со съемочной площадки Мы остались только я и режиссер Потом там, для того, чтобы не соприкасаться, например, чем-то мы надевали капроновые колготки с партнером Или что-то такое Было смешное что-то? У меня в данном случае первая сцена, как бы, это даже была не моя, на самом деле, прихоть Этого захотела режиссер Действительно, было всего три человека на съемочной площадке, помимо нас с партнером Это оператор, помощник, вот, и, собственно, режиссер Да Три человека, ну, потому что это, вот, собственно, было его желание, чтобы все себя чувствовали комфортно А так, мне кажется, у каждого это по-своему Ну, есть какие-то вещи, конечно, которые... Я не хочу раскрывать всех секретов, потому что зрители всегда должны думать, что все по-настоящему Поэтому, конечно, у каждой актрисы есть свои секретики в этом смысле И они у меня есть тоже А партнер-то? Ну, вот, допустим, тебе этот партнер, как мужчина, не очень нравится А тебе нужно целоваться, да еще так вот, с такой страстью, знаешь, и прям не только целоваться А если не очень приятно? Ну, в этом, собственно, и заключается моя работа Чтобы было неприятно целоваться В те моменты я никогда не думаю, нравится ли мне на самом деле человек или нет Он же может быть абсолютным козлом, как ты понимаешь, в жизни, но при этом у нас есть работа, которую мы выполняем И тогда ты не думаешь о том, какой он... Как я уже говорила, нужно изначально его потыкать в него, чтобы у нас тесто не поднялось желательно Вот мы уже немножко так проговорили твою диету или правильное питание, потому что я так понимаю, что это теперь на всю жизнь у тебя, да, правильное питание? Ну, я не исключаю, конечно, факта, что иногда я буду нарушать это, когда я смогу себе позволить, скажем так Потому что я очень люблю есть, иногда очень хочется съесть какой-нибудь гамбургер Ну, зачем быть совершенно идеальным, если можно быть просто нормальными людьми с правильным питанием? Можно быть человеком, ближе всего, конечно Фасоль, вы же помните, да, для чего? Для того, чтобы тесто так и оставалось коржом, а не поднималось вот так вот волнами Собственно, все готово, можно отправлять на 15 минут в духовку Готово? Да Ура! Все Духовка разогрета до 180 градусов, наш корж будет для начала выпекаться там минут 15 Время пролетит быстро Наш корж уже провел в духовке 15 минут, вынимаем? Вынимаем, вытаскиваем бумагу, вытаскиваем фасоль Сейчас, секундочку, и ставим опять наш полуготовый корж обратно еще на 15 минут А-а-а Напомню, что все это махинацию мы проделали только ради того, чтобы наш корж не поднялся Видите, он практически у нас уже дозрел Да Осталось совсем немного, а пока он будет дозревать окончательно Мы с тобой займемся начинкой Тоже 180 градусов? Да-да-да, все то же самое Все просто Еще буквально на некоторое время Так, тебе я доверяю киви, который ты сейчас будешь красивыми, аккуратными кружочками нарезать Так, значит, наша тарелочка Значит, что входит в нашу начинку Смотри, мы добавляем сливочный сыр, немного молока, ванилина, сахара и лимонной цедры Собственно говоря, вся эта наша начинка Все это мы выливаем молоко, совсем немножко ванилина, сахара и цедры Все это мы взбиваем до пенки Итак, у нас 170 граммов сливочного мягкого сыра 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки молока, цедры лимона и ванилин по вкусу Пол чайной ложки Ну вот секрет этого витаминного десерта как раз в киви Потому что киви, это же один из чемпионов по содержанию витамина С Это да, это я с тобой согласна И вообще киви очень хороший фрукт, который недооценивают многие Со взбиванием мы закончили, мне кажется 15 минут прошло, надо доставать наш корж, который уже наконец-то готов Полностью Полностью, да Так, ну-ка коржик здесь сюда Да, он прямо дозрел, я бы сказала Все, сейчас мы выливаем собственно содержимое того, что я сейчас перемешала Будьте осторожны, корж еще горячий Мы именно в горячий корж будем выливать нашу начинку Я смотрю, как красиво ты раскладываешь начинку десерта И заметила у тебя на руке браслеты шамбала, если я не ошибаюсь Это, ты знаешь, на самом деле это просто украшательство, которое подарил один как раз дизайнер московский наш Который занимается всякими браслетами, она мне их подарила и собственно я их люблю носить Можно сейчас нам заняться уже раскладыванием Я могу тебе на самом деле сказать, что мне так приятно приехать в отельной раз в Киев Потому что я здесь прожила несколько месяцев, участвовала в нескольких проектах И очень полюбила ваш город Мне стало здесь очень уютно, комфортно, очень большое количество позитивных людей Даже, скажем так, случился творческий порыв Вот, допустим, в этот раз, помимо участия в твоей передаче, я приехала записывать песни Мне очень нравится работать здесь с вашими очень талантливыми людьми Вот, на студии В общем, нашла я здесь, да, для себя очень много интересного, полезного, приятного Собственного песни, которую я сейчас записываю Очень скоро услышат здесь, услышат в России Вот, очень надеюсь, что она понравится Текст я писала сама, было навеяно как раз вашим прекрасным городом Ничего себе! Здесь я гость, да Кстати, о нашем прекрасном городе и твоем пребывании в нем Ты же участвовала в шоу «Шоу Мазгоон» Да И вдруг возникли какие-то слухи, может быть, домыслы, а может быть, и правдивые истории О том, что с твоим партнером, Александром Кривошапка, у тебя возникли какие-то нежные чувства Ну, а чему тут удивляться? Конечно, когда несколько людей обещаются на площадке, скажем так, проводят какое-то время вместе Естественно, сразу же публикации пристали тем, что наверняка у них роман, наверняка у них что-то есть Конечно, нас все время донимали вопросами на эту тему Вот, но на самом деле с Сашей мы просто подружились, у нас прекрасные отношения, вот, и, в общем-то, на этом все заканчивается Ура, наш пирог практически готов Конечно, для окончательного эффекта, чтобы уже все было готово, нужно его поставить в холодильник на некоторое время Но мы же нетерпеливые, нам же надо попробовать Ну, о чем ты говоришь, конечно По мне так прекрасно Прелесть этого десерта в том, что тут же витамины Да Тут же польза Да Пользу мы и будем пробовать Это как раз про то я и говорила, что десерт, который еще и полезный, это на вес золота, конечно Поэтому рецепт отличный, его очень рекомендую Всем, кто любит сладкое, но хочет, чтобы помимо удовольствия он еще и получил витамины Ты знаешь, я просто чувствую, как витамины проникают в организм Мало того, поскольку полностью этот пирог называется витаминный десерт с миндалем и киви Я придумала ему сокращенное, очень красивое название Наша Настя Спасибо большое, мне кажется, это очень неплохо Так И что касается теста в этом десерте Миндалем и ромом попахивает Для того, чтобы приготовить витаминный миндальный пирог с киви, нам понадобилась мука, сливочное масло, сахар Яйцо, ром, миндаль или любые другие орехи, сливочный сыр, цедра лимона, молоко, киви, ванилин Миндаль или другие орехи залить кипятком на 3-5 минут, очистить от кожуры, слегка подсушить на сковородке и измельчить в мелкую крошку Смешать миндальную крошку с мукой и сахаром, добавить сливочное масло и перемешать Затем добавить яйцо и ром Замесить тесто и поставить в холодильник на 30 минут, чтобы остыло Тесто раскатать, выложить смазанную сливочным маслом в низкую форму Сделать несколько проколов вилкой На тесто выложить бумагу для выпекания, а сверху положить фасоль Выпекать корж 15 минут при температуре 180 градусов Затем достать корж, убрать фасоль и печь еще 10-15 минут Для начинки сливочный сыр, сахар, цедру лимона, ванилин и молоко взбить до воздушного состояния Киви очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками На готовый корж выложить начинку, украсить сверху кусочками киви Спасибо тебе большое Я тебе желаю, чтобы с Украиной тебя связывали не только приятные воспоминания, но и надежды, которые бы обязательно сбывались До встречи До встречи Субтитры подогнал «Симон»